Забайкальский жилищный форум от общественной палаты проходит уже в десятый раз. Каждый раз на мероприятии поднимаются злободневные вопросы, которые не решаются десятилетиями. А здесь как раз и происходит диалог между общественностью и исполнительной властью. Для нас это мероприятие общепалатное. Оно приравнено для нас к пленарному заседанию. И сегодня в зале присутствует 21 эксперт, но при этом и 26 членов палаты, очно и заочно, онлайн имеется в виду, также будут участвовать в работе на площадках палаты. По итогу резолюция, которая на старте всегда имеет в шапочке слово «проект», она будет доработана, обсуждена потом еще дополнительно на совете палаты и принята уже как рекомендация палаты. Общественный палат Забайкальского края. Только вот не всегда чиновники слышат общественность с их проблемами. Или делают вид, что не слышат. А некоторые из заявленных представителей власти и вовсе решили не приходить на форум. Гости с нетерпением ждали выступления, исполняющего обязанности заместителя председателя регионального правительства Сергея Гордеева, зампреда Константина Колыванова и министра ЖКХ Ильи Золотухина. Но ни один из заявленных гостей не почтил своим присутствием публику. Хотя подискутировать было с кем. Сетименеджер Читы Александр Сапожников, как и всегда, очень много говорил о городе трудовой доблести, о том, как Чита преображается, избавляясь от мусора, и что в столице Забайкалья просто классно жить. А тех, кто был против, благополучно выводили из зала, чтобы не срывать программу форума. И, говоря о достижениях, неплохо было бы участие нерешаемой проблемой. Я хочу сказать, что балансы. С одной стороны, большие достижения вообще в процессе, с другой стороны, проблемы, которые людей волнуют. Балансы прям выглядят следующим образом. Если мы забьем в известный ресурс, социальный ресурс Российской Федерации, что будет все правильно. Слоганом, например, слоган Чита, город трудовой доблести, мы увидим 6 миллионов результата. А кто понимает именно там, разночеркнется какой-то. Или Чита, город, город, орден активистской революции. Хотя об этом все время забывают. 6 миллионов результата. Или слоган, который у нас на всех троллейбусах раньше был. В Чите жить классно. 5 миллионов результата. С другой стороны, баланс. Чита, самая грязная вода в России. 8 миллионов результата. Чита, мусорная столица России. 7 миллионов результата. Или Чита, плохие дороги. 6 миллионов результата. Что касается мусорной столицы, да, я не согласен. Чита, это город трудовой доблести. И там какой-то приехал, сказал, что Чита, самая грязная вода, да, мы над этим работаем и будем работать. Конечно, есть недостатки. Замечания, которые есть, мы их анализируем. Стараемся, чтобы они не повторялись. И только их исправить эти замечания. Но в остальном, в Чите классно. Тем для обсуждений очень много. И все они из года в год, увы, неизменны. Каждый раз, поднимая вопрос мусорной столицы Забайкалия, бродячих собак, которые никак не могут покинуть улицы города, вопрос капремонта жилья, что всегда встает собственником многоквартирных домов в копеечку, но не всегда в сам ремонт. Понятно одно, необходимо не только обсуждать эти проблемы на площадках. Как показывает практика, диалоги – это хорошо, но они не решают всех проблем. Это не есть совещание какого-то партии, совещание какого-то органа исполнительной власти с постановлением задач и требованием их, так скажем, реализации. Это площадка общения. Услышать то, что сегодня так или иначе двигается в струнную сторону. Вопросов обсудили множество, и каждый сделал какие-то выводы. Верят ли забайкальцы, что простые обсуждения способны решить сотни проблем региона одними лишь диалогами? Или для того, чтобы город стал по-настоящему чистым, без бродячих собак и с отремонтированными домами, необходимо все предложения подкреплять не номинально, а конкретными юридически заверенными документами? И чтобы исполнение было таким же, как и желание просто поболтать о том, что жить в Чите классно. Виктор Соловьев, Евгений Погорелый, Алексей Павлов, ЗАПТВ